Всем доброе утро, добрый день! У кого вечер, у кого ночь. Хочу показать тоже это второй комплект, который я привезла с собой Милене. Это белоснежка. И я хотела сказать о том, что очень хорошо, что я его взяла. Вот прям отлично, что мне не пришлось здесь покупать, потому что комплект очень качественный и прям вот классный. Но Милена его очень любит. Тут у нее первое оранжевое, это фиксики, а это белоснежка. Хотела у вас спросить, может быть кто-то с этим сталкивался. У нас сейчас такая ситуация, что получается, я здесь нахожусь легально по рабочей визе полгода. Мой муж находится также по рабочей визе. Он будет подавать сейчас на вид на жительство. Дочь у нас находится по туристической визе. И она находится здесь, может находиться легально три месяца. В общем, вопрос состоит в том, что нам никто не может ответить, что нам делать, чтобы ребенок мог здесь легально находиться. То есть мы обращались в это воеводство, спрашивали у ребят. Они только дали адрес сайта и сказали, идите на сайт. Может быть кто-то из вас знает, как быть в такой ситуации. Потому что она здесь может находиться только три месяца по туристической визе. А поскольку мы ее устраиваем в школу, чтобы она училась на долгосрок, и у мужа моего будет контракт. Поэтому мы не знаем, как быть. Если вы знаете, пожалуйста, подскажите, к кому обратиться, куда обратиться. Потому что вы отзывчивые, отвлекайтесь на каждую мою просьбу. Поэтому если вы мне подскажете, буду очень благодарна. Спасибо. Хотела сказать, что сегодня я выспалась. Такое бывает как-то редко, но вот мне сегодня повезло. Потому что мы находимся... Вот смотрите, вот кухня. И сейчас я покажу. Ну, а, ну вы в принципе помните, да? Вот кухня и вот наша кровать. Здесь мы спим. Руслан, когда приходит с ночной смены домой, а приходит он где-то в 6 утра, соответственно, ему нужно покушать, ему нужно переодеться, ему нужно в душ сходить и так далее. А слышимость здесь такая, что просто когда он открывает дверной замок, такой грохот становится, как будто происходит что-то страшное. Я все время пугаюсь. Хотя есть очень интересная штука. Когда кто-то заходит в нашу квартиру, всегда пикает. Знаете, как сигнализация? Такой пик-пик. Вот так, громко так. И я всегда слышу, что кто-то там пришел. Или я знаю, что сейчас вот Руслан придет уже утро. А тут я даже не слышу. И когда он открывает замок, хлоп, так громко, что... Причем еще я заметила, что кто-то наверху нас тоже поселился, потому что двигали что-то тумбочку, что-то упало на пол, что-то они разговаривали. В общем, как я уже говорила, вот из-за этой слышимости, я знаю, что происходит у соседей. Вот. Но сегодня, я же говорю, сегодня я выспалась, сегодня мой день. Собираемся сейчас с Русланом пойти на рынок. Милена у нас остается дома. Я разрешила играть в игры, потому что она сегодня хорошо покушала, хорошо позанималась английским языком. Молодец. А мы пошли. Мы идем сейчас снять деньги, потому что на рынке нужны только наличные. Хочу посмотреть, что за рынок. Очень интересно. Кто-то мне писал, один из комментариев, что Ирина, ну, как бы складывается впечатление, что вам не очень нравится, и вы скучаете по России. Не скучаю по России ни капельки. Вы знаете, я даже больше скажу. Почему-то, находясь здесь, я чувствую себя более безопасно. Вот честно скажу вам так, как есть. Спокойно, расслабленно и безопасно. Давай чуть помедленнее, а то я уже запухалась бежать. Вот. И второй момент еще. По поводу, вы говорите, Милене, смотреть все эти, ну, телевидение, интернет на польском языке. Да, все это придет, пока она еще не готова к этому, к школу пойдет. Я думаю, вот с того момента и будет. Потому что мы еще пока телевизор не купили. И как только сразу будет в нашем доме польский язык. И по интернету, значит, у нас не получилось ничего. 100 гигабайт за 3 дня просто у нас закончились. Основные потребители, естественно, это я, мой супруг и дочь. Нас 3 человека. И в основном все, что мы смотрели, это YouTube-каналы. Пару фильмов я посмотрела. Я даже не запускала вот эти вот, не запускала смотреть прямые трансляции каналов, да. Я иногда это включаю, но я даже этого не делала. То есть, вообще ни о чем. 100 гигабайт просто за 3 дня. Пшу, нету. И, значит, мы теперь думаем, как решать этот вопрос. Как я говорила уже, мы не можем заключить контракт на кабельный интернет. Потому что заключается контракт на 2 года. 2 года в этой квартире мы жить не будем. Потому что мы планируем брать свое жилье. Так, и что еще я хотела сказать. Пока у нас вопрос с интернетом не решен, хотела вас спросить. У нас есть выход только один. Попросить наших соседей воспользоваться их Wi-Fi и платить 50 на 50. Либо же полностью мы, чтобы покрывали весь этот интернет. Как вы думаете, граждане Польши согласятся на то, что мы им предлагаем? Потому что у нас не получается. Я работаю, мне необходим интернет. Дочь будет заниматься в школе, ей тоже нужно будет. Мы сейчас пришли в зоомагазин. Милена очень хочет рыбку. Но, чтобы вы понимали, это большие рыбки. Вот моя рука, вот эта рыбка. Так что, не знаю, мне нравятся вот эти рыбки. Я бы взяла парочку, мальчика и девочку. В понедельник у Милены будут именины. Вот, думаем, ей подарить она очень хочет рыбку. Но она просила голубую, но мне нравится золотая. Так, мы приближаемся к рынку, но снимать я там не буду, потому что неохота людей смущать. В общем, мы дошли. Сейчас посмотрим, что здесь. Всё, мы вышли с рынка. Там вот у нас сейчас время. Сейчас дня. Уже все свернулись практически. То есть, они в 12 уже заканчивали свою работу на рынке. В общем, мы купили тут кое-что. Взяли зелень. В общем, покажу дома, что мы там купили. Прикольно так. Мы сходили по своим делам. Зашли в зоомагазин, купили всё, что мы хотели. аквариум, купили рыбки и всякие там приспособления. В общем, идём домой. Будем сейчас милее дышать. Кто дома? Нет у тебя дома? Нет дома. А, все дома? Нет, не все. Все это мы. Иди, мы тут кое-что тебе принесли. Держи. Держи. У тебя в понедельник именины будут. У тебя будет всё закрыто, все магазины будут закрыты. У тебя... Поэтому сегодня подарок. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. В общем, здесь такая беда, что всё время мне приходится читать состав. На всех сладостях везде зачастую пальмовое масло. Вот нашла единственные печеньки, на которых не было в составе пальмового масла. Надеюсь, что я всё правильно почитала, потому что я его там не нашла. А остальные везде сладости. Вот в состав обязательно входит растительное и пальмовое масло. Аквариум помыли, камушки помыли, насыпаем. Некоторые граммом кипа. Рассказываю, что мы купили на рынке. В общем, мы купили изюм. Вот изюм. Потом, по-моему, это сушёная клюква. Это петрушка. Миндаль. Перец. Милени. Милена любит. И листья салата. Целуэту с вами. Всё. Так что, отличные продукты. Все прекрасно нас поняли. Не было никаких проблем с тем, как там общаться. Все всё поняли и дали нам сколько нужно. Потому что 100 грамм на русском языке, а на польском тоже означает 100 грамм. А там уже они сколько кладут, там ещё или достаточно. Поэтому на рынке тоже можем покупать. Милен, а знаешь ещё что? Что? Мы нашли 50 злотых. Где? Возле этого магазина. Никого не было. Я иду, а они лежат. Ну, что они будут лежать зря? Конечно, я их взяла. И на это купили рыбок? Нет, мы сначала всё купили, шли уже назад и увидели 50 злотых. Нам сегодня повезло. Да. Особенно мне. Моим камень. Вот эти 50 злотых, которые мы нашли. Они вот так лежали. Я просто их увидела, подошла и взяла. Ещё к слову о находках. В Ешкарале мы два раза находили золото. Мы находили золотую серёжку. И что ещё, Милена, золотая мы находили? А, и золотой кулончик, который вот сюда на цепочку вешается. Так что и золото мы находили, и деньги нашли. Так что вот видите, какой-то нюх или что, я не знаю. Бывает? Сейчас Милена покормит их. Ну, что-то это совсем как-то мало. Так сказано, немножечко. И они под ногу рыжкают и смирают. Ну, вот они вот так. Надеюсь, этим не хватит. Да, фильтр этот создаёт течение, и поэтому им приходится барахтаться. Да, аквариум круглый и сильное течение возникает. Поэтому без этого они спокойнее копируют. Без фильтра этого. Всё, Руслан настроил. Он сделал так, чтобы поток воздуха шёл меньше. И тут скрепка у нас была. Нам нужно было его подцепить, чтобы он правильно держался. В общем, и странно, очень в коробке была совсем другая инструкция от другого фильтра. поэтому мы сделали меньший поток и рыбки уже нормально тут уживаются. Мы их покормили немножко. Кому интересно, что мы обычно едим, какую еду? Картошка, селёдка и салат. Ну, ещё чёрного хлеба не хватает, не купили мы. Вот, в принципе, всё. Обычная еда. Так, я вышла в бедрёнку в магазин. У нас сейчас тут пожарные машины. Чё-то я ничего не понимаю. Пожарные машины, вон, всё там сверкает мигалками. Там как раз бедрёнка. Не знаю, чё там такое. Я сейчас вышла мусор выносить, а тут пожарные машины. Не знаю, скорая, не скорая. В общем, иду посмотрю, чё там такое. А я как раз иду в этот магазин. Ну, в общем, авария произошла. Подробностей не знаю, потому что вблизи снимать тоже ничего не буду. Настолько много машин приехало. И скорая, три машины пожарных. Но здесь не должно быть что-то серьёзное, потому что это перекрёсток главный, не трасса. Сейчас покажу, что. ой, ой, что-то нашел. Да, вон хозяева стоят, ничего страшного. Мне вот такая нравится посуда. Много разных какие-то цвета. Класс. Вот, вот эти тележки стоят возле магазина. И чтобы тележку взять, нужно заплатить два злотых. Ты берёшь тележку, потом ты должен её сюда вернуть, и тебе два злотых возвращается. То есть, тем самым, чтобы никто не бросал тележки, где попало. насчёт рыбки хотела добавить, что Милена писала письмо Дёду Морозу, где она просила, чтобы он подарил ей рыбку. Она давно знает, кто такие Дед Мороз. Кто такие? Ну да, кто такие? Письмо я забрала, естественно, и на Новый год у нас не получилось это сделать, потому что мы только-только приехали в Польшу. И сегодня вот это произошло.